Несмотря на возможности интернета, клуб радиолюбителей Сочи, как и в былые времена, учит ребят общению посредством радиосвязи. Сейчас здесь большая активность. Воспитанники клуба стараются оповестить как можно больше радиолюбителей в разных точках мира об акции и возможности получить диплом «Подвиг во имя жизни». 7,070. Так, если чистота свободная, послушайте, никого нет? Чистота свободная? Ну, пожалуйста, заняты, заняты. Диплом выдается только лицензионным радиолюбителям за установление двусторонних радиосвязей в период с 20 марта до 11 мая. Получат радиолюбители, которые соберут 72 очка на этот диплом, подадут заявку на наш официальный сайт и им вышлют этот диплом. Юные радиолюбители Сочи являются самыми активными в крае. Подтверждение этому множественные дипломы. Ребята являются чемпионами Сочи и Краснодарского края в скоростном радиотелеграфировании. 18 воспитанников клуба имеют личные позывные. Для них интересно, что сидишь с видом на соседний дом и не используешь никакие компьютерные технологии, а именно используешь антенну и оносферу, которая нам помогает в прохождении. Работают с человеком, который находится на том конце материка. Или же с Америки, допустим. Очень дальние связи они проводят. Все это радиотелеграфом. Клуб является в основном ветеранской организацией. Ветераны-радиолюбители организовали на его базе детские радиоцентры, где проходит обучение профессии радиста. Сочинских радиолюбителей я знаю радио ЖУК-6, я на центре-центр, Александр, и мы с ним часто общаемся. УА-6, ЦЭТ, мы с ним тоже часто общаемся. Радио-знак-6, Борис Николай, я знаю. И радио РК-6, ААВ, Михаил. Вот с ними у меня дружба. Для одних ребят интересно пообщаться на разные темы с таким же энтузиазмом, другим главное зафиксировать факт установления радиосвязи. Используя, например, способ знакового кодирования азбуку Морзе. Телеграфная азбука или морзянка используется в любительской радиосвязи и по сей день. Она применялась и в Первой мировой войне, и в Великой Отечественной. И сейчас такие же сигналы в эфир отправляют правнуки победителей. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.